ПОДПИШИСЬ! 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 ЛИРИЧЕСЬ! ПОДПИШИСЬ! Sulz Вот, Лил отвечает, что на самом деле выпал этот самый Виседж, но не ему, выпал его тиммейт, не знаю кому точно, вот, но, в общем-то, Лилу немножко не повезло. Алло, 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 алло. Посмотрим, насколько короче это Брэдмазер. Ой, вернули, глимсанули, да Шачло пытается убить, есть Хука, Андершока, но, что это мало поможет. Шачло в итоге просто-напросто покидает этот ферст-пласс от кода, ну и вот так вот Бен начинает. Мартра у нас есть. А, есть, Серёг, ты здесь? Я здесь, Серж, я говорю, я тут, а ты? Ага, а ты все, ФБ комментируешь. Я понял, я понял, просто тихо зашел. Вот, слышал, да, что Лилу-то Виседж выпал, точнее не Лилу, а его тиммейт и выпал Виседж. Ну, не ему. Ну, и не взял, да, его? Ну, я не знаю, тиммейт-то мог, конечно, взять, но там вроде как свапаться нельзя, можно ли в синглдрафте свапаться? По-моему, нет, как раз специально мод ГС свапаться, по-моему, да? А, ну, тогда все-то и не было смысла, не взяли этого Виседжа, взяли вот те герои, которых мы сейчас видим. Ну, ладно, у нас уже будет лучше, это как минимум интересно, у Джейвич будет ходить. Я думаю, Фоба сыграл бы просто на бруде Б, если можно было свапаться Б. Вообще, да. Че все верно. Ну, посмотрим, сколько Лилу опытная бруда. Я думаю, что нет. Лил Беглбан в саппорт герокоптере. Давай, аганим хочу увидеть, давай, герокоптер аганим, гоу. Можно вспомнить, когда последний раз я видел аганим на герокоптерах. Это было давно и неправда. Это было, наверное, в тот момент, когда только-только вышел апдейт, когда герокоптер добавили аганим, и первый раз папе его стали юзать. Все, после этого, наверное, больше и не было. Я в Ультракенл-Альянс играл с аганимом. Да? Да. Тоже жесткий. Это, дожди, про матча? Да. Жесткий. Жесткий, лучше жесткий. Я вот, если честно, этот матч не помню. Я попендрил чуть-чуть. Ладно, это нормально. Можно? Можно, конечно, можно. Люди потребуют правдопров и скажут, давай ссылку на YouTube там и прочее. Скиньте адекватную ссылочку кто-нибудь. Нет, я-то верю. Ну, я посмотрел, на самом деле, этот ультракелл. Ну, посмотри, ну, скиньте ему. Скиньте, а скиньте кто-то, кто сможет найти, что это за матч такой был, кто чуть на северенем год не отъехал в мидер? Я не помню, по-моему, это, кстати, на дефенсе матч был, что-то из-за серии. Нет, я-то, конечно, не уверен, но в те времена был. Ну, вот, значит, ВП против онлайн. Где-то на дефенсе. Если найдете ссылку, пожалуйста, на Twitter куда-нибудь мне или Сереге. Собачка адекват себе или собачка Арсад фото. Будем ждать. Так, ну, пока у нас сначала, опять же, ЗВП. Они два фрага сделали, вроде как, и все у них неплохо получается. Андершока на харде наказали. Пятняжка Андершок на пудже не знает, что делать. Но он, вроде как, пистонирует себя как один из скоров, правильно? Ну, да. То есть у нас, возможно, даже будет какой-то... А, так не работает, братан, извини. Только с тускаром, да. Закрыть можно, но попробовал. Попробовал, не получилось. Гот, соло убивает у нас ССФа, просто в соляну загнал его. И может стрять, может стрять, да, нет, страет, нет, не страет, не страет, не страет. По-моему, Бэйн стал сейчас будет Гримс. Да, и вот. Ну, то, по-первых, бараш. Он пытает, так вот, убить, да? А вот, а вот, тычечка, тычечка не хватило. ФНГ тоже. Нет, ФНГ тоже не страет, потому что дальнюк уже был потрачен. Как же не прят Эхо Рейзерс? Как же им не прят? Как же их не получается? Почему-то против Верту Спарси войны. Ну, ВП, может, не надо так делать? Быстро. А как, больно, так быстро? Ну, за час там справляться. Ну, вообще-то, да. Со старта этого матча прошло на полтора часа хорошо. Ну, да. Шутил пауз. Игротово времени. Прошло 0 и 8, полтора часа прошло. Башни сил света на нижней линии. Блин, с меня не было. Такая, то есть между играми там всегда минимальная пауза. Да, пятиминутная была. Быстро мы стартуем. Очень-очень быстро. Ну, ладно, поглядим. Холлорейзерс пока 4-ный проиграет. Ничего страшного. Формят они там леса. Кто может? Опять говорит, шачло. Энигм, во всяком случае, есть, не забываем. Этот герой тоже намного способен. Все-таки геймчейнджер, как ни крути. Пока вот у себя еще годэм не проявлял на этой самой Энигме. Но скоро получится лучше, что уже может что-то придумывать. Ставьте ренем, что-то пятной. Минус шесть 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 лох. И все, воткать, сюда пытаются руки пробить код, да нет. И не попал. Глимс, 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 глимс. До свидания. Ну что это у них вообще все не клеится как-то все. О, давай, 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 фонька, давай, хорошо. Не полу, он его. Я же я говорю, как я зашеру буду болеть. А, просветили там, что пол-то, все, все понятно. Есть призыв уже, Enrage, все в порядке, Афонина, все замечательно. Топовый крипстат на карте. И Бурда просто тупо догнала пауками Энигму и сожила его. Просто потеря до того. А вы говорили неопытный Лил на Бурде. Очень тяжел. Вашние силы тьмы на нижней линии атакуют. Хорош. Хорош. Неплохо, он неплохо. Да не, Лил, в принципе, очень скилловый игрок по микро. Очень много играет. Чувствует, чувствует игру. Да, ему только дай героев, на которых нужно побольше там что-то подконтролить. Каких-то там птичек, фамильяров, суммонов, неважно чего. Вот дали паучку, он паучками подконтролит. Даже после своей смерти. Так что сильный игрок. Очень, очень, очень опытный. Ну вот появится, что опытный игрок Лил 6. Возвращается он на линию. Главное больше поддаст и не встревать. Все будет окей. Так, Фенга, теперь они заслипали. Фенга пытается уйти. А, ну Год пошел в бой, а Год это ночь. И он уже здесь хорош. Но правда против трех героев может быть опасно. Дем почему-то не дал. Почему он не дал свой Малифайз? Сейчас Год на разворот еще пойдет. Чем Малифайки не дают? Ой, Год все может собирать. Там станчик-то все-таки есть. Нет, нет. А что тренюк-то не кинул? Товарищ, и Бах, и Ван. Вообще что-то ужасное делает Хелл Рейзерс. Почему сразу же обладать Малифайз и парочку Шадоу Рейзерс в лицо на Сталкере просто и вы не умеете? Я не знаю. У меня тоже вопрос. Вопрос задается на такие. Ну да, что-то, что-то Хелл Рейзерс пока... Да-да-да-да, собраться надо, собраться. Ничего страшного. 2-0 в серии проигрывать, ничего страшного. Можно выиграть в третью карте, в четвертую, в пятую. Гладно не ошибаться. Так, Год. Ну, продолжается перемещение возле медлини. 3-0-2 у Года, конечно, старт. И с одной минуты это просто потрясающе. Лучше не придумать, чтобы он просто на карте. Есть уже Вернав Шарлос, есть Маджек Вон, Цапок, Плотл, шестой уровень. И побежал, побежал, что-то уже беса. Может, и Никму расстроить сейчас. Год дэм. Год дэм, Год дэм. Опа, Воид с руки бьют его. Год дэм, ну дай ты Муллифайз, ну дал, но ведь поздно пойдешь. Что-то поздно, я не знаю, что нет с реакцией. Что с реакцией, Год? Что с реакцией, Год дэм? Год убивает Год дэма. Как переводится Год дэм? Переводится Год дэм. Год дэм переводится как Мэтт Дог. Ага, отлично. Отлично, это мы выяснили. Так, и Бах, в те время тоже умирает. А Горда тогда можно расшаврать, как Дог, да? Да. Просто... Это мой лучший, любимый-любимый игрок верфюд. Да. Отлично, есть у нас Мэтт Дог, есть просто Дог. Безумный Дог, да. Ну и все-все понятно. Но мне кажется, все-таки нужно поменять будет. Слопнуться на них на имами, потому что Мэтт Дог это все-таки Год. Слишком он, вершенный игрок. Ну да, Найфлакер особенно, значит, какой-то верш. Бегает, убивает противника, вообще не прощает. На мид уже идти не хочется. Уже поэтому ИС туда и не идет, идет Энигма. Энигма все равно, она свое уже следствие получила. Хотя не максимум из возможного. Только Сол Ринг, конечно, хочет из Апок и Левел 6, в конце концов. Ну, прямо скажем, Год Первую Ночь реализовывает уже на все 100%, даже если на 150, наверное. Потому что даже если сейчас он больше фрагов не сделает, уже много всего он вынес. Много всего сделал. Но главное, создал Спейса. Посмотрите, аж три героя в Меду собралось у Хелл Рейзер, с четвертым там рядышком. Они боятся вообще оставить одного СФа. Конечно, развязываются руки тем самым Лила на верхней ленина, снизу Саленса, который и не прекращал фрифармить. Да, еще же Саилт есть. Мы вообще про него. Я вообще забыл, что он все там фармит где-то. Да, пока 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 и посмотрим, что он будет, а потом придет. Порядок наведет. Значит, много времени, если он себя отвлекает, да, и... Башню Сил Тиму на нижней линеи, атакую. И лилочки. Лилочки. Лилочки, что он там лилочек делает? Охватывай чужие лица и свои зоны. Да, и трудно все поймать будет. Все бы на днем, когда он все видит. Минус АЧ, очередной раз. И минус... Нет, в нем не пойдут. Башню Сил Тиму на нижней лине, атакую. Кота валяется классная руна в Мотле. Волшебство. Поэтому я тебе... Башню Сил Тиму на нижней линеи, атакую. Фуллдаун и миняет. Разрушено. Очень маленький. Сронул, что в слоу ночи вообще будет жесть что творить. Ну да. Фуллдаун 30%. Если было 80, то он стал 5,6. Но действительно, слишком часто эти самые войды будут залетать. Нам на топе какой-то экшен устроили. Просветила Лил, кстати говоря. Лил успела уйти на безопасную дистанцию. Надо бы спасти еще части своих паучков. Афонин за ним погнался. Это зря, потому что приходит Салент. Даут. Такер на шачло. Залетает еще сюда ракетка. Ой, ну тут беда. Под коллдаун, что-то брейдсапом жить, чем пытался. Да, поэтчер, тоже уйта закончится, тоже умрет. Раскачивает его аккуратненько. И это будет минус-минус Афонин. И хук минус, еще рендер-шок. Запалился. Место дислокации тоже умирает. Ну, что-то совсем как-то печаль, тоска. Беда. Просто пятат с Hellraiser. 13-1 они проигрывают. В десятой минуте хуже даже, чем они проигрывают и в первой карте, и в второй карте. Совсем разнос. Расклеить Hellraiser. Надо ему как-то стряпнуть. Может, паузу поставить, не знаю. Друга по щекам похлопать, чтобы это... Разбудились. Главное, чтобы друг друга... Смотрели, кого они похлопали. Что ты, урожа Серега? Ну, что такое? Ну, это как-то не прикольно. Но, как бы, две команды играют в финале. Башню сил тьмы на верхней линии атакуют. Ну, да. Грандфиналом-то и не пахнет. Башня сил тьмы на верхней линии разрушена. Так, сегодня был один Грандфинал, кстати говоря. Мделус с ее играли. Смотрел сегодняшний матч? Неа. Минус, я чередахал. У меня, что-то так, режим сбился после этой... ночи, ночных стримов, что я теперь просыпаюсь. В 4 часа утра, сегодня в 6, проснулся с утра. Плохие последствия после Америки? Да, приходится днем спать. Да, да, сложно перестроиться, согласен. Сегодня буду... Держусь, держусь до конца. Чтоб нормальный спать. ФНГ. Поэтому опытные ребята упирают гипотопу. Так, ФНГ теряем, так, олдаун. Ой, ФНГ, ты можешь трять, это второй фраг металлрейс. Ну, вот же ж, вот же ж получается. Самую топовую позицию в игре, которую можно было занять, выиграл Артем. Башни сил света на нижней. Ну, забыла, особенно днем, когда тебя уже запалили все герои, и тебя туда забежал. Он застрятался. Если потруднул ночью, это была бы идеальная позиция, тебя там никто никогда бы не нашел. Да, тут вот, похоже, разве хороший выпад получился. Они взяли одного героя, взяли теперь еще и Тавр. Ну, правда, конечно, в это время Лил тоже неплохо тут расправил соступление. Уже Тир-2 протестиседает. Грифью Зайц, но Гриф не остановит паучков. И еще Сайлент, товарищи Сайлент. Сайлент. Кентавра хорошо, ой, грамотно все делают. Кентавр контролирует, сейчас на развороте нужно... Ой, ну, бот-блок-хольчик. Еще и хук от Андершока. Прыгай, 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 прыгай куда-нибудь уже. Ты смотри, как он живет. Надо было Кентавра выводить. Кентавра выводить надо было изначально, после Ансли. Кентавр там стан давал, там тяжело было спастись, конечно, но пытался. Колдаун в те время, воин фоне подстрял, его спасает Андершок кулком, и теперь нужно ТП-шки прожимать и уходить. Прожимать и уходить, прожимают и уходят. Ты посмотри, все спаслись, какой милик бразишь. Ну, правда, Тир-3 с Еликсом. Да, Лилзаш просто убивает Тир-3 Тауэр. Может, можно догрызть. Ну, один удар, Сик, ну почему ты такой? Да, нормально, нормально. Даже с... да, он пьёстар, остались голые бараки против бруды, и это все равно считает, что минусторанно. Рано или поздно. Лучше поздно, чем никогда. Так, что нас угодно, угодно почти огодим? Да, какой-то минуте у него будет. На 14-й минуте будет огнемчик. Быстро. Очень, очень быстро. Ну, у него 5-0-4. Очень все круто. 9-й лвел, Тир-3 только нету, но это ничего страшного. Он даже без Тир-3 раскладывает, да, действительно. Сейчас он будет брать. Зачем нужен Тир-3, если так убиваешь? Считаем баунтеру, ну как раз подберут сверху. Еще, плюс стенюшка. Вставляет Фаулбус как раз-таки, да, не придется? Ну да, да, как раз на огнемчик. Буквально-таки там. Не, ну еще, чтобы подфармить надо было что-то. Он Рошана, а там Кентауэр. А там Кентауэр, ребятишки. Еще вы, что вы сделаете? Ну, давайте, и хочется, и колется. Ну, спалился уже Афонин. Они типа не палятся, что, мол, там только один Орса пытается съесть Парошана. Ну, надо туда идти. Ну, в ВП просто надо туда идти, выигрывать игру там. Даже просто элементарно создать спейс для Лилы. Лил просто все в сторону, пока они будут лекать. Да, без Раптор, без ТПшки, но ему отдал телепорт. Нет, никто не дал телепорт, я, походу, не того героя прокликал. Ну, ничего страшного. Так, вот Гот пытался перехватить кого-то на отходе Холл-Рейзер. Раз не получилось это сделать с двумя героями, Никба там встряла, и у Никбе, правда, есть ТП. И она прячется, не вылазит. А, Саленд, но вот тут рано слишком прыгнул. Смог еще не спалился, не ревивился. И он тогда мог бы узнать, что Никба рядышком. Ну, ладно, не страшно. Да, в итоге Рошан-то, конечно, не забрали, ребята, из Ашер. Но зато вот юзают Смог. И что-то сейчас собираются придумывать. Например, Саленд наказать. Со всех сторон его сейчас будут окрушать. Саленд, опять остался один Саленд. Как же жить теперь? Эталончики. Слип. Нет, правда, Блэкхолла. А, Бэйна нет, ульты. Есть Маллифайд. Опа. Великолепная. Великолепная игра. Великолепное исполнение. Да, Саленд. Великолепный хук. Шерф. Право, Шерф. Что это такое? Ребята, в финале играть какую-то... Это был ганг. Профессиональный ганг. А теперь год пошел ганг. Кой сейчас покажет, как гангать надо. Заходишь один туда прямо, зажал шачло, Саленд тоже рядышком. Хук, вот он дуршоку своего спасает, но кулдаун на фоне, на фоне едет энрейдж, тратит его, но пора будет сейчас, потому что просто-напросто погибнет. Ну вот он сейчас заюзал на лоу КП, это паус юзает и нет, нет, не пускай этого пантомка. Сверху барки падаются, ГГВП. Ну да, мы уложились сейчас по игровому времени. Там 28, 25, ну да, чуть-чуть, чуть-чуть. 70 минут на трикатке потребовалось. Эх, хеллрейзерс, хеллрейзерс. Ладно, ну бывает такое, виртуспо просто сегодня были хороши, в форме, что называется, ну на всех трех модах сыгранных, на Кэптэнс моде, на All Random Deathmatch и на Сингл Драфт, когда они сильнее хеллрейзерс. Выигрывают они...